Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня по забросу. Штребух! Всем привет, с вами Штребух. И это челлендж, которого вы заслужили. И необычный челлендж. Челлендж гонка. Со мной сегодня Михаил. Вот его инстаграм. Вот мой инстаграм. Суть гонки заключается в том, что кто из нас найдет круче находки, тот и забирает абсолютно все находки, которые мы вместе найдем. Поначалу я думал сделать денежный приз. Типа, кто круче найдет находки, тот забирает 5000 рублей, но денег у меня нет. Помойки пока что не особо сильно кормят. Впереди нас ожидают 20 локаций, которые мы разделим пополам. То есть по 10 помоек на каждого. Вот, допустим, если он найдет айфон, а я какую-то залупу на андроиде старую, то он забирает все мои находки. То есть, по сути, я буду его рабом сегодня, если он найдет что-то покруче, чем я. Всем приятного просмотра и поставьте лайк под это видео за старание. Пишите в комментариях ваше мнение, кто из нас победит. Ну и что, погнали? Братва, мы на первой кормушке. Сейчас поспорим на Цуэфа. Кому она достанется? Очень интересно. Цуэфа, Цуэфа, Цуэфа. Ребят, это моя кормушка. Ведь я здесь, король кормушек. Чувствую себя хирургом. Братва, очень хочется найти айфон, чтобы победить. Смотри, смотри, нифига себе, тут еды сколько. Гнилое яблочко, гнилая апельсинка. А вот эти, кстати, гружи вполне нормальные. Можно повыбирать, дома помыть и хавать. И кайфовать от халявы. Опа! Персичек, ребятки, слегка гнилой. В принципе, можно обрезать и употребить. Опа! Грибочки, ребят. Шампиньоны. Бережный ручной сбор высшего сорта, ребят, шампиньоны. Забираю. Надеюсь, мне повезет сегодня с находками. Опа! Ну тут много строительных материалов. Но я все-таки туда залезу. Что-то мне не особо фартит. На первой локации, кроме шампиньонов, ничего не нашел. Идем дальше. Пакетик интересный. Ну тут смурки. Что-то Михаилу не особо фартит. Только начало. Друзья, я потерпел фиаско, к сожалению. Предлагаю двигаться дальше. Вторая кормушка. Ребятки, придется сюда лезть. По-любому. Не фартится. Мне опять не повезло. Двигаемся дальше. Друзья, ну что-то мне сегодня крайне не везет на электронику. Одна рулетка и все. Не, ну это не дело. Я приехал в Питер в надежде здесь хотя бы со штребуком действительно посвистизация. А не искать всякую залупу. Поехали дальше. Итак, друзья. Мы на третьей кормушке. Поехали. Ребушек. Кстати, хороший. Можно и оставить. В принципе, я тоже могу. Крупа манная. Смотрите. Горох молотый. Гречневые хлопья. Перловая крупа. Целая кухня. Макаронах. Нифига лазанья. Спагетти. Бухатиль. Слушай, ну в этих бачках уже порылся конкурент. Что по этому поводу скажешь? Ну что скажу, конкуренция везде присутствует. Но я не отчаиваюсь и двигаюсь дальше. Потому что вот этих три бака он не посмотрел. О, имбирь. Васаби. Оставим. Я их очень люблю. Ё-моё. Это же просто песня. Нет, друзья. Кроме вон тех васаби и имбиря, не было абсолютно ничего. Двигаемся дальше. А это четвертая локация. И она моя. Полностью. Опа. Ребят, заплесневелые лаваши. А здесь какие-то лакацаки. Легкие кроссовочки от бренда Хуйденайдеш. В принципе, целые. Носить их можно. Но их за 50 рублей никто не купит. Поэтому брать я их не буду. Друзья, вот мы и на пятой кормушке. Вперед. Лакацаки. Баленсиага. 37 размер. Нет, слушай. Здесь вообще, по-моему, полная шляпа. Я предлагаю переходить к следующему. А это уже пятая локация. Но она моя. Фу, тут жестко воняет какашками собачьими. Разбитое зеркало. Очень много пакетов. Опа. Кусочек медного кабеля. На пятой локации, кроме конкурентов, и вот этого медного кабеля не было ничего. Я не отчаиваюсь и иду дальше. Мы приблизились к шестой кормушке. Вперед. Ребят, капелька секса. Насос для надувной лодки. Зарыбинная костюля чермеска. Кроме беспонтового насоса, здесь нет абсолютно ничего. Вы сами все видели. Одна херота. Позъехали дальше. Нафиг. Шестая локация. И уже моя. Посмотрим, что же тут будет интересного. Опа. Братва. Сразу вижу аирподсы. Офигеть, две пары. Да ну нафиг. Походу оригинальные. Вот это уже нормальная находка. Опа. Блин, пустая коробка. О, беби. Кефирчик, ребят, запечатанный. Забираю. Чаша от мультиварки алюминиевая. Брать не буду. И еще один кефирчик. Плюс кискерский. Ребята. Вот этот же кот. Сардина. Тельт. Салат из морской капусты. Беби. Бычки в томатном соусе. Брюстая с кискерский. Мясо уток в собственном соку. Печень трески натуральная. Оцените сколько. Офигенно. Помойка снова кормит и радует меня. В принципе, пусть и не было электроники, но зато помойка накормила меня немножечко консервами. Идем дальше. Друзья, вот мы и переместились на шестую кормушку. Здесь целых два бака. А это в два раза больше успеха. Сумочка женская. Но она вот здесь какая-то пошорканная. Друзья, кроме той сумочки зеленой, я отсюда не буду брать абсолютно ничего. Поехали. Седьмая кормушка. Моя. Нормальный пенис. Ой, утюг. Капец он ушатанный. Его точно никто не купит. Хотя на барахолке рублей за 50, возможно, кто-то и возьмет. Забираем. Интересно, от какого именно смартфона этот чехол. Но я его, в принципе, возьму. Ребят, я в шоке. Здесь нет ничего. Идем дальше. Седьмая кормушка уже будет Миша. Друзья, мы на седьмой кормушке. Знаете, я нацелен на успех. Как сейчас есть. Я буду готов. Поехали. Видно, что тут поглухано. Офигеть. Прикинь. Чехол для моего телефона. Братва, даже находки не надо искать. Все здесь уже лежит. В порядке? Миша, достань картон сразу. А почем сейчас картон? 6 рублей килограмм? А это антенна для телевизора. Друзья, кроме этой антенны, зарядки и чехла для телефона штребуха не было абсолютно здесь ничего. Двигаемся. Ну, а это уже девятая помойка. На конце осталось совсем чуть-чуть. Я реально нацелен на успех. Я потерпел, опять же, полная фиаско. Так, так, так. А вот тут уже поинтересно. Опа. А вот тут уже нормальная шарабайка. Люстра, да еще и со светодиодными лампочками. Да это же вообще просто... Нормальный такой светильник. Походу, дождь пойдет. Итак, друзья, здесь мне попалась только одна люстра и пакетик с мелкими находками. Давайте же их осмотрим прямо на месте. Салфетки, карточка, одна новая батарейка, чехол на пятый айфон. Электроника меня опять не порадовала. Но хотя бы есть люстра и есть светодиодные лампочки. А я уверен, что они работают в 90% случаев. Предлагаю переходить дальше. Вижу цель, иду к цели. Опа. Ребятки, на моей девятой помоечке нашел вентилятор. Вообще абсолютно целый. Опа, чуть-чуть кваса. Но пить я это не буду. Помидорная ассорти. Здесь как будто кто-то рылся. Конкуренты, падлы. На девятой кормушке нашел вентилятор. Это уже хорошо. Приближаемся к финалу, идем дальше. Братва, финальная, десятая помоечка. Моя. Следующая будет Михаила. Чувствую небольшое волнение, потому что это решающие кормушки. И от них зависит то, кто же победит. А вдруг мне сейчас попадется айфон, и я 100% выиграю. Но в противном случае, если я проиграю, я проиграю. Кожура от арбуза гнилая. Опа, чехольчик для термоса целый. Но ушатанный, брать не буду, конечно же. Пока мы лутали, уже и стемнело. Ничего не было. Идем дальше. Друзья, а это уже десятая, заключительная кормушка. Я вооружаюсь фонариком, и поехали. Рой ее, как в последний раз. Я буду в шоке, если он сейчас айфон на идет, или что-то ценное. Я точно проиграю. Миша, это не кормушка, это твоя последняя надежда. Вы знаете, здесь пахнет не говном, а возможно, скорее всего, поражением. Потому что все пакеты я почти перерыл, а по факту здесь херня. Ребят, здесь все абсолютно полная шляпа. Я в шоке, в полном. Капец, братва, попали под дождь. Капец, он не в тему, потому что именно сейчас хотели подводить итоги. Пойдем ко мне домой, и там уже заснимем. Да, так и сделаем. Пишите в комментариях ваше мнение, кто победил. Ну, а мы переждем дождь, и пойдем ко мне. Как тебе погода? Не описать словами. Вот мы и дома, и настало время определить победителя. Выпьем за... Начнем с меня. По сравнению с другими челленджами, находок было очень мало. Но, тем не менее, хоть что-то нам удалось найти. Сейчас сделаем обзор наших находок. Ну, а потом все посчитаем, и определим победителя этого челленджа. Напоминаю, тот, кто выиграет, заберет абсолютно все себе. Смотрите, что же мне удалось найти. Все эти находки мы уже проверили. Во-первых, вот этот утюг нифига не работает, к сожалению. Он ушатанный просто в хламину. Ручка подранная, покрытие горелое, здесь оплетка порвалась. В итоге, утюг не рабочий. Поэтому эту находку считать даже и не будем. Также не будем считать вот этот вентилятор, который также не работает. А еще было найдено немножко покушать. Во-вторых, было найдено немножко покушать. Вот эти шампионы. Смотрите, они в принципе не гнилые, абсолютно нормальные. Кушать их можно, пожарить там с картошечкой. Изумительно. А еще была сель запечатанная. Также есть сардина, мясо уток, бычки, которые стоили 49 рублей, печень трески, сметана и два кефира. Я в шоке, ребят. Помойка кормит. Эту еду продать, к сожалению, не получится. Но употребить можно смело. Еще была найдена коробка от айфона Аси. Такую коробку можно на Авито продать рублей за 150. Ну и пора считать находочки. Коробочка 150 рублей. Еще было найдено две пары оригинальных аирподсов. За одну пару наушников можно выручить 800 рублей в среднем на Авито. 800 плюс 800 плюс 150 получается 1750 рублей. Это только вот это. И еще был найден вот такой чехол от какого-то хуяоми. И его получится продать на барахолке рублей за 50. Максимум вообще. А еще был найден самый дешевый пылесос для автомобиля, который стоит на барахолке рублей 100 в хорошем состоянии. Этот же пылесос даже без штекера. А это означает, что не факт, что он работает вообще. Потому что дома у меня нет, к сожалению, блока питания. Проверить я его не смог. Но представим, что он рабочий. И стоит он будет на барахолке в таком состоянии рублей 50. В итоге на этом всем барахле мне удастся заработать 1850 рублей. Братва. Ну вы же знаете, что меня помойка реально насыщает. И я не буду штребухом, если не попробую вот эту селедочку. И запью ее кефиром. Будет просто взрыв. Срок годности 24 месяца. Произведена эта селедочка. 11.05.18. 11 мая эта селедка была просрочена. Ну в принципе это не особо страшно. Но можно немножко обосраться. Ух, ребят, потекло масло. Вообще жесть. А пахнет как. Вкусно. Офигеть. Ребят, очень вкусно. Реально. Прям изумительно. Помойка дарит селедочку. Срок годности. 0.02.09. Сейчас 25. Пахнет обычным кефиром. Кислинкой не отдают. Реально пушечный заряд. Главное мне после этого жестко не просраться. Хотя шансы на это очень большие. А теперь передаю эстафету Михаилу. Пусть он расскажет о своих находках и оценит их стоимость. Итак, друзья. Давайте же приступим к обзору моих находок, которые мне удалось собрать в 10 помойках. Я не помню, честно говоря, последовательность. Вы сами все видите. Данный насос для накачки матраса, его можно продать на бараколке рублей за 50. Он улетит спокойно. Набор имбиря и васаби. Васаби и имбирь я очень люблю. Они с могорошками или с пюрешкой и с котлетками залетят просто на ура. Дальше набор для выкладывания мозаики, мелкий. Знаете, прикольная на самом деле штука. Оставлю ее сестре. Она очень любит поделки и учится в школе. Думаю, ей эта данная вещь будет крайне полезна. Затем чехол для айфона. Я его подарю Владу за встречу. Чехол для пятого айфона. Его можно продать на бараколке рублей за 10, не больше. Одна батарейка. Далее рулетка. Это классика. Это ремонт, это строительство. Всегда пригодится. Лотки, чтобы сморкаться. Антенна комнатная. Неактуальная вещь, но на бараколке улетит рублей за 50. Женская сумочка. В хорошем состоянии. Бонусом бандана, которую можно отсюда отрезать и использовать как головной убор. Или же, допустим, браслет. На бараколке улетит рублей за 100. И абсолютно рабочая люстра из Икеи. Со светодиодными лампочками. Такую люстру можно продать на Авито. Рублей за 300. А лампочки стоят каждая светодиодная новая рублей по 100. Итак, если подвести все итоги этих моих находок, то я их оценю следующим образом. Люстра рублей 400 вместе с лампочками. Насос 50. Сумка рублей 100. Рублей 50. Это даже не знаю. Ну слушайте, ну рублей 100. Думаю, она потянет на 100 рублей. Все остальное, в принципе, барахло. Я это оцениваю, ну где-то рублей, наверное, на 850-900. Плюс-минус. В целом это все. Ну и что могу сказать? Тут Влад меня определенно обошел. И что я могу еще сказать? Тут главное не победа, а участие. И мне крайне приятно, что я в этом поучаствовал. Итак, ребят, чтобы вас дальше не томить, вы сами все прекрасно видели, как это все нашлось, и что сейчас перед вами находится. Ребятки, всем спасибо за ваш просмотр. Подпишитесь на наши инстаграмы. Вот его инстаграм. Вот мой инстаграм. Не знаю даже, что тут искать. То, что я выиграл, это меня как-то не особо радует. Если бы он мне подогнал 5000 рублей, я бы, конечно, порадовался. Ну а так? Так как я победил, я должен забрать все его находки себе. Но мне это, в принципе, вообще не надо. Кроме вот этого чехла, так как я недавно приобрел телефон, и этот чехол мне как раз для него подойдет. Спасибо. Не за что. Подпишитесь на его инстаграм. На мой. И подпишитесь на канал. Вот здесь будет круглая штучка. С вами был Штребух и Михаил. Кому интересно, можете зайти и заценить. Много обзоров. Канала нету на ютубе. Но инстаграм достаточно интересный. Всем пока. Увидимся в следующих видео.